Торчлайд 3 Торчлайд 3 Отряду удается бежать из замка на волосок от гибели благодаря копьюра света Максвеллу Ну и теперь снова в замке Вайтхольм Замок Вайтхольм, Тронный зал Ваши благороднейшие родственники, лорд Талас и леди Эрика, прибыли, милорд Спасибо за сопровождение, теперь можешь идти Если вам что-то понадобится, что угодно, только скажите В таком случае, принеси в мои покои бутылку лучшего вина и поднос свежих фруктов Конечно, миледи, я сейчас же прикажу слугам все принести Он постоянно стремится угодить, да? Думаю, ты хотела сказать подхалим Поздравляю тебя с тем, что ты поставил Гленбрук на колени, брат Ты достиг великолепия Полагаю, ты уже разобрался с суетой за стенами замка? Конечно Другие владения почти не оказывают сопротивления Лорд Теллиорд дрожит на своем троне внутри крепости А лорд Фалькес не замечал происходящего, пока не стало слишком поздно Как же легко три великих дома Гленбрука сминаются под твоим железным кулаком, брат Вульфорды пока держатся, но с ними разберется Авлора Совсем скоро принц Лоран Роланд будет в наших руках Кстати, о королевской семье, брат Я думал, что Карделия мертва или гниет в тюрьме А ну она сидит на троне И она не похожа на побежденную принцессу Скорее на королеву Именно такое я и хотел ее видеть О чем ты? Как только все успокоится, я стану ее опекуном и короную ее А через несколько дней после этого Регна будет казнен Я уже сообщил об этом патриату Наконец-то мудрый и доброжелательный король Регна встретит свой конец Отец Коварные мерзавцы Замок Вайтхольма, терраса Подданные Гленбрука Я Густадольф Эрцгерцог и Верховный командующий Великого Герцогства Эсфроста Услышьте мои слова Грехи, которые король Регна совершил против вас и против вас И против нас, собственного народа, поистине ужасны Король Все еще нынешний король Гленбрука 30 лет прошло с окончания войны И все эти годы мы делали все возможное, чтобы восстановить наше владение Открытие Великих Норзелианских Шах должно было стать началом новой эры Эры, когда все три нации вместе потрудились во имя всеобщего мира и процветания Но король Регна плюнул на эту мечту Пока наши инженеры неустанно трудились, чтобы добиться успеха Король Регна тайно замышлял захватить контроль над шахтой ради собственной выгоды И когда Драган Эсфростский, мой дорогой брат и человек, которому было поручено следить за работой шахты Узнал об этом заговоре, король Регна хладнокровно его убил Таким образом, он предал не только свою страну и священное государство Хайзанд Но и вас, тех самых людей, которые должны были разделить богатство шахты И нам не оставалось ничего другого, как двинуться на замок Вайтхольм И положить конец злодеяниям Регны силой Наши действия были порождены праведным долгом отомстить за убийство Драгана И за гнустое нарушение исторического соглашения между нашими народами Что скажете, король Регна? Вы отрицаете выдвинутые против вас обвинения? Нет Но я умоляю Пощадите моих детей Подданные Гленбрука Король-предатель перед вами признает свою вину Наказание за эти преступления Смерть Отрубить ему голову Роланд Кордели Будущее нашего королевства теперь в ваших руках Вот так жестоко на глазах У народа был казнен король Всего через несколько дней после падения престольного града Король Регна был обезглавлен перед своими подданными Смерть этого доброго и благожелательного монарха Повергает королевство в смятение и хаос Вместе с королем уходит эта слишком короткая эпоха мира И на смену ей приходит эпоха кровопролития и смуты И посмотрите, сколько нам становится доступно побочных историй Раз, два, три, четыре И улицы Вульфорта Но сначала, друзья, все побочки В каждой новой части новая Да Вот так вот подло и бывает Приходит какой-то мерзавец Полностью перевирает историю На глазах у множества людей Вводит их в заблуждение В данном случае выставляя короля Нарушителем соглашения И узурпирует власть Погружая все в смуту и в кровопролитие После нормального течения жизни Ладно Вульфорд еще не пал А это значит Еще не конец Мы продолжим В следующих частях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok